Всем привет! Сегодня хочу рассказать о двух ножах Один который сделал сам Другой который мне подарили Вся история началась с того что Когда-то давно я немного работал в кузне В студенческие годы Подрабатывал И любовь к ножам К холодному оружию К ножам которые Можно хорошо использовать И применять Для целей Согласно закону Допустимо То есть порезать салат Пошинковать Подрубить веток Построгать себя поленом Но строгать немного для растопки костра Мне это дело было очень близко Но Были у меня кое-какие сомнения Насчет качества Изготавливаемых ножей Качества современных термейских Потому что Я писал свои специфики По работе общаясь с людьми Я однако не слышал То что качество ножей В нашей стране Сейчас На заводах Более менее крупных заводах На таких Массовых предприятиях Поставлять желательно лучшего Як бы в Советском Союзе Это было Поразово лучше И В один прекрасный момент Товарищ мне подарил нож Ворсминский На день рождения Нож называется Юрш Вроде бы По всем показателям Должен был быть Хороший Но Тем не менее Столкнулся с такой Вещей То что у ножа Есть ряд недостатков Первый недостаток Ручка у ножа Для моей руки В определенной степени Тонковата И в то же самое время Она Немного широковато И по руке Не очень удобно сидит При этом Она Имеет недостаток Потому что Длина не очень большая Лезвие ножа Лезвие ножа Так же Недостаточно Длинная По моему Расприятию Потому что Я сам по себе Человек Не маленький Человек большой И Привык Пользоваться вещами Большего размера Это раз Во вторых У ножа Есть стопорез Который мне Совершенно Не нужен Никогда Разделываешь Поросенка Я уже Кусок мяса купил Свинина Бывает Так что Иногда Цепляется Это не очень удобно Это два Третий Самый Главный Недостаток То что Ножа При Хорошей Качественной Заточке Совершенно Не держится Этим Ножом Я пользовался Всего Несколько Раз Притом Чтобы Более-менее Оно Резало Мне Пришлось Его Точить Чтобы Хорошо Заточить Оно Седается Достаточно Активно Это Мне Не нравится Хотя Хотел Было Купить Другой Нож Но Опять Столкнулся С такой Мысль То Что Качество Может Оставать Лучше Я решил Попробовать Собрал Мангал Который Делал Шашлыки Положил В него Несколько Кирпичей Поставил Трубу Которую Воткнул Шланг От пылесоса Включил Начал Делать Говорю сразу Вот этот Нож Это у меня Не первый Но Нож Который Мне Действительно Очень понравился На моем счету Скажем так Один Из первых Один нож Одел Перекалил Лезвие Осталось Другой нож Лезвие Стало Выкрашиваться Как пообщался С ребятами С различных Групп Говорят Монопильник Это характерная Черта При не очень Качественной Термичке Появляется Явление Остаточный Аустентит Я не знаю Как Устранять На тот момент Соответственно Нож Так и Лежит У меня Для Чёрных Работ Для Тяжелых Тяжелых Рукоять Сделана Из Березы И Покрыта Лаком Морелкой Красного Дерева И Кленом То есть Покрывал Угружением Несколько Слоев Лезвие На ноже Так же Протравил И Сделал Небольшой Быстр По сути Для Красоты Не Что Таковы Здесь В принципе Был Не Нужен Из-за Латони Толщиной Мелинзиал Изначально Без отравления и без лака Пользовался Не очень это красиво И решил попробовать Хотя отравление делал С целью того, чтобы ШХ-15 Не коррозионостойкая И имеет свойство окисляться Такое покрытие Предостерегает от окисления Скажу сразу Нож уже тестировал Несколько месяцев Твердость у него 48 единиц Несмотря на дугу и твердость Нож показал себя крайне достойно Метал его в дерево Изгибал В дугу До угла 40 градусов Точнее не 40, а примерно 30 градусов Чуть меньше Нож как был, ровный, прямой Так он и остался Поскольку у меня наковальня Не совсем ровно Это бывший старый завитошный Ну, нож чуть-чуть Имеет такое лезвие Чуть-чуть винтом Это, как сказал один товарищ Если бы ты не сказал на это Я бы никогда его и не увидел То есть, перезать это абсолютно не мешает Резал, пробовал И то, и то, и то, и что достаточно легко Чего я не могу, при этом он достаточно большой, 189 миллиметров, длина, ширина у него 33 миллиметра и толщина где-то 2,2,2,2,4 миллиметра, ну, в районе стыка с большим стороны он чуть-чуть расширяется и около 3 миллиметров. Ограничителя нож не имеет, то есть ограничителя, который не дает ножу при кольщем ударе, в руке плотно держаться, поэтому пробовал, на пальце себе сухожилия чуть не отрезал, по всем показателям, нож абсолютно гражданского применения. И дальше будем его демонстрировать, также немножко продемонстрирую этот ворсенский нож, я его оставил, то есть худо-бедно, но пускай будет, тем не менее. И хочу сделать несколько тестов. Первый тест, это рез бумаги. Посмотрим, как работает ворсенский нож. Не так, ничего плохого не имею, но тем не менее, мое впечатление, да. Ну, я думаю, всем понятно, всем очевидно, хотя нож неоднократно точился, притом точился хорошо. Сейчас, я говорю сразу, то, что в лесу сыра, бумага немножко поцарела. Но, и за счет того, что, видимо, не очень качественная цервичка, при более, чуть, при чуть тяжелых нагрузках, нож достаточно быстро стачивается. Его постоянно подтачивать, это немного напрягает. У него лезвие стачивается, то есть, я говорю, вкользовался им всего несколько раз, а лезвие стачилось уже на полтора миллиметра примерно. Что-то не есть хорошо. Теперь попробуем протестировать, а нож, непосредственно, моя работа. Нож, я назвал, говорю сразу, щука, такой уже тонкий, на мой взгляд, немножко хищный взгляд, при том, абсолютно мирный. Пожалуйста. Ножом, думаю, я пользовался в быту уже больше недели, нож не точил. Ну, смеский нож немножко пытался подправить, но, блин, не самое лучшее впечатление. Учитывая то, что нож троился в кислоте после заточки. Сейчас я попробую сделать небольшой тест на рубку вот такой бечерки. И продемонстрировать разницу. А говорю сразу, тот тест, который я буду делать, это никакой не показатель, то, что можно плохие ножи. Нет. Может быть, это сугубо моё мнение. Может быть, я в этом ошибаюсь. Но, тем не менее, благодаря тому, что качество ножа мне не очень понравилось, я сделал, на свой взгляд, определённый нож. Великолепный, нет. Посмотрим, в ходе теста. И рубил в подветренную сторону. То есть, это, я думаю, есть в нем определённый показатель. Но, тем не менее, тоже рубит. Хотя, я думаю, разница понятна. Это учитывая то, что нож я пытался заточить. Может быть, у меня что-то не так с заточкой. А если я смог один нож заточить качественно, а другой нож при хороших качествах, я думаю, тоже можно легко заточить. Этот нож управлял, точил. Мога в том, что у него за счёт, видимо, мягкой стали выразуется определённое углубление. За рублю, которую управлять тяжело. Этим мне он не нравится. И это стачивается при лёгком применении. Если этим ножом я вырезал стружку для этого, у него лезвие на небольшом турске берёзы села, то этим ножом я строгал полено вишни, полено примерно вот такой длины и такого диаметра. Если я полено растрогал стружку для того, чтобы рыбу коптить, то у меня нож как резал, а так дальше и резал. Ну так, что я хочу сказать. В общем, его существенные, существенные доставления. Недорого стоят. Гарантированно им разрешительный документ, потому что нож общего гражданского назначения. Сам по себе достаточно компактный. В принципе, для людей меньшего фаборита, может быть, это и будет хорошо. Сколько я больше, больше фаборита. Для меня нож был такой не очень удобный. Тем более, я часто бываю в улице, периодически собираюсь достаточно глубоко, где мне нужен нож, которые имеют больше возможностей по рубке, и в то же самое время, чтобы он не садился. Этот нож, не помню, как называется, стал 65Х13, мне не понравился. Вдовесок. Это нержавейка, которая содержит в себе гораздо больше, канцерогенных металлов. За счет того, что он быстро истирается, это все остается на еде. Мне этим не нравится. Я люблю, когда нож сделал из простой стали, чтобы он был качественным. Этот нож, ШХ15, да, канцерогенный металл, есть в гораздо меньшей степени. Истирается он гораздо дольше, этим мне он нравится. Работать им гораздо приятнее. В качестве предварительного заключения, я хочу сказать о ножах. У каждого ножа есть свои достоинства, есть свои недостатки. Возводить что-то в абсолют я не буду. Это у кого полная глупость, какие... Начнем с достоинства. Первое. Для людей с небольшим размером, нож достаточно компактный, удобный. Это в этого не отнес. У него выведены четкие грани. Это для любителей эстетики. Для тех, кому нужна красота. Кому-то он может показаться удобным. Стропорез. Ножа. Достаточно удобная форма. То есть, им хорошо спускать уже... Взяли, берете вы кусок свинины, а не шкуры. И очень, достаточно удобно им работать. То есть, у него лезо сделано скрубленное. Такая, да, по всей степени скрубленная. И им очень удобно подрезать шкуру. Это бы не отнять. Что еще не отнять? Как не пытался? Ну, что-то, этот парнил всех сломать. Самый себе прочный. Это да, это супер. То есть, датыкал его, загонял при помощи Ильки-Янки почти до самого стропореза. Как вы видите, ни с рукояткой ничего не случилось. Хотя, рукоятка наборная. И посажена на винт. Да. Сборка супер. Но недостаток, потому что нож достаточно быстро садится, какого-то постоянно подтачивать. Это неудобно. Тем более, если вы куда-то едете в лес, активный отдыш, и так далее, вам это не понравится. Это оборудование. Ножи. Просто теперь она совершенно же рукоять. То есть, рукоять у него в принципе, где-то миллиметров совсем больше. А, и больше она еще за счет того, что у нас в профиле потом будет очевидно, что на одном ноже скос, а на другом потом идет скос и как небольшой упор. и то была изначально почти прямая линия от пальца и мне пришлось подмизинец самому бытально тачивать на пилингах. Это было неудобно. Такой и длина, на которой я эффективно могу ножом держать ножей, которые называются чуть-чуть длины, больше. Примерно сантиметра на полтора. Притом то, что он по длине миллиметров на семь. длиньше это максимум. Также он менее широкий, чуть-чуть более толстый, соответственно, мне это более удобно. То есть говорю только про себя. Во-вторых, лезвие у него более длинное и заточка идет на большую часть лезвия. Мне это удобно. также сделал скос, посмотрев над вольфминским. То есть им тоже удобно снимать кожу со свинины. Надо хорошо пользоваться. У него большая длина. Соответственно, за раз могу сделать больший прорез. У него нету четких грани. У него идет лезвие. От самого начала идут планы скоски. соответственно угол заточки я могу да и сразу скажу вольфминскому ноже даем сведение изначально где-то 0,3-0,4 миллиметра. По мне это достаточно большое. На этом ноже взял сведение 0,1 миллиметр. То есть затачивать его гораздо легче. еще достоинство как показала практика мерили твердометром ножа 48 единиц. Изгибал его практически до 25 ну не знаю может быть до 30 градусов. Атакал в дерево и немного пружинит он здорово. Очень здорово держит эту точку. В отличие от этого. с этим ножом я вырезал лукайз для этого. И на этом лезвие село. И этим после вишневая полежка строгала стружку дабы для коптения был материал. Нож как работал но может быть немного подсел а вишня материал само по себе достаточно твердый. Может быть не такой твердый как дуб но тем не менее вишня хотя рука у него березовая а этот сел и на березе. Я думаю вывод очевиден что этот мне надо намного чаще подтачивать а этот будет работать как он и работает. Уже полторы недели ему работа в хозяйстве дошек он острый. А теперь мы проведем небольшой тест к тому же мне на дом надо лопник покрывать виноград все деревья которые стоят они так и будут достать мы будем брать лишь нижние ветки которые свои в нем рано или поздно все равно отваливаются то есть дерево будет дальше прекрасно жить и так же хочу отметить поскольку я считаю что нож без ножен это не нож пришлось научиться делать нож вот такие аккуратненькие не без недостатков но тем не менее одни из первых ножен я думаю не самый плохой вариант подробно осознав более в галки я беру такую ветку на раз срез ровно гладки А тем не менее, сам по себе достаточно короткий рычаг при работе, у него маленький. Мне не нравится вот этот упор, потому что при вращении он мешает. На другом ноже такого упора нет. У скос более гладкий. У него рабочая поверхность в рукоятке, так назовем, она больше. Так, теперь этот упор уберем, а вторую ножу, которую делал лично я для себя, которая называлась щука. Смотрим, как он работает. Учитывая то, что я рубил под большим углом, и ветка более толстая, он отрубился достаточно легко, скос ровный. Я думаю, кто понимает, для тех людей разница. Вот в такой рубке что-то скажет. Но опять же, не буду говорить ничего плохого. Просто Ворсман послужил поводом для того, чтобы я сделал себе сам качественный нож, который мне нравится и полностью удовлетворяет. За это им большое спасибо. Но, к сожалению, в нашей стране не все такие люди, кто, если хочет, или имеет возможность, но от меня отдельное спасибо Ворсман. Я не товарищу, который мне подарил Ворсминский нож. Я не Wорсман. Я не купил. Заодно и более жёсткий, более жёсткий, если мы посмотрим. Продолжение следует... Сделали небольшой тест по рубке. Посмотрим, как заточка. Думага до определенной степени отсырела. Учитывая то, что нож резвим очень здорово в промерзший пень, в котором масса влаги впивался, и зарубка была хорошая, я думаю, все прекрасно видят то, что нож режет. Так, сейчас. Давайте ртем. Нет. А, ты хочешь чисто этот, да? Да, чисто этот. Так, давай, сейчас. Сейчас я возьму ветку, потому что я не хочу себе пальцы или что-нибудь отрубить. Я думаю, все видели, что до работы, что после работы ножом рубил сырую промерзшую ветку, ножом рубил лапник, вот эту небольшую кучку. Также лапник рубил строго перпендикулярно волокном и, получается, делал им дарубку, чтобы зарубался в пень. Нож как не сел, так и не сел. А сейчас я сделаю небольшой тест на бритье волос. Говорю сразу, на руке я делать не буду, потому что на руке у меня уже на левый волос не осталось. Когда бы я тащил нож на правой руке, я не буду делать, потому что я правша и левой рукой не хочу сделать то, что сделал себе неделю назад на левой руке. То есть, совсем слегка, уже больше недели назад, по сути, тестировал и останется небольшой рубец. И волос на руке нету. Здесь я сделаю на ноге. Говорю сразу, затачивать я не такой уж мастер. Я тот еще дилетант. Совсем недавно нашел старый советский брусок. Не знаю, какой он гридности, зернистости. Но, по моему предположению, тем бруском тысячным, которым я тащил до этого, который купил в магазине, я тащил не так хорошо, как после с доводкой старым советским бруском. Потому что у него зерно явно мельче. Я его ничем не полировал, ни на кожу, ни по стугой не использовал, а чисто на бруске. И немного протравил в кислоте, чтобы образовалось коррозионно-стойкое покрытие. В завершение, хочу сказать то, что ничего плохого не имею против каких-либо мастеров, которые делают, будь что наши, будь что забугорные. Если люди делают, это хорошо. Тем не менее, все ножи имеют свои достоинства и не недостатки. Недостатки в подаренном ноже. Меня сподвигли сделать ряд тестовых ножей, которые я теперь использую для грубой работы. И есть нож, который мне действительно понравился, который даже получил имя. Называется он Щука. Этот нож знакомые просили продать, но он мне самому очень понравился. Он очень лег в уращении. У него нет лишних упоров, которые мешают уращать. Упругий, длинный. Да, этим ножом неудобно чистить картошку. Вопросов нет. Но для этого есть другие ножи. Этим ножом, да, может быть, неудобно делать какие-то более тонкие, деликатные работы, которые требуют узкого лезвия. Но, тем не менее, почистить рыбу, нарубить небольшие полежки, нарезать стружки для разведения костра, разделать кусок мяса. Этого его более чем хватает. Читал в одной книжке, то, что кость по прочности примерно равна прочности дерева. Соглашусь, дерево бывает разное по прочности, по твердости. Но, тем не менее, сейчас в декабре месяц, дерево промерзло. Я думаю, твердость у него до определенной степени и прочность приблизилась к кости. То есть, небольшие кости, допустим, курицу надо вам порубить. Вы можете им спокойно порубить, не напрягаясь о том, что вам придется точить. Потому что нож, если он и сел, он, скорее всего, до определенной степени сел, то настолько незначительно, потому что для дальнейшей работы вам не надо его точить. Потому что нет ни одного ножа, который не садится, все они садятся. Но, тем не менее, есть, которые садятся быстрее, есть, которые дольше, так или иначе. И этот нож мне очень нравится. Спасибо товарищу, который подарил мне не очень, на мой взгляд, подходящий для меня нож. Не буду говорить о том, что он качественный, некачественный. Скажу, не очень подходящий для меня. Для кого-то он, может быть, покажется великолепный. У каждого свои критерии оценки. У меня свои критерии оценки, которым он мне подходит очень мало. А данный нож мне подходит очень хорошо. Он упругий, тонкий, легкий. Соответственно, большой. Да, в приемной степени большой. Этим он мне и нравится. И в ручку получился эстетический момент. Как мне сказал один знакомый кузнец, Ручка получилась немножко под старину. Как раньше делали на ножах. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо. Но главное, то, что ручка не яркая, нож не блестит. По моему сугубому мнению, то, что рабочий нож не должен быть слишком яркий, слишком броский в глаза. Потому что он так или иначе забивается. Внешний ют у него все равно портится. А берете вы идеально ровный, отполированный нож. Ну, во что он превратится? Вы им будете, как сорока на солнышке, порадоваться. Для кого-то это достоинство. Для меня достоинство нож рабочий, хороший, качественный. Удобно сидит. Остальное уже вторично. Главное, я за него не заплатил ни рубля. Я сделал все из материалов, которые нашел. Или которые мне друзья подарили. А тем не менее, я единственный материал потратился. Это 160 рублей на эпоксидку. Даже диск для болгарки. У меня валялся старый лепестковый диск, уже забитый, которым я сделал, само лезвие подправил. Все. Так что, пробуйте, смотрите, сравнивайте. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok